здравствуйте дорогие друзья где-то в прошлом году в сентябре месяце я впервые вот увидел сайт flprog ну как программировать fp блоками arduino это мне как бы заинтересовал я так-то arduino в интернете видел что это такой я как-то не умею как бы программировать и вот это мне заинтересовали решили заняться arduino так вот заказал из китая вот эти блоки arduino и стал заниматься где-то конце октября вот первый arduino мне в руки попал и одновременно канал открыл хотел поделиться опытом и вместе с вами как бы научиться arduino и заниматься arduino для меня как бы темный лес был впервые как увидел сейчас немножко уже просветы появляются но все равно так это к чему я гляну вот этот первоначально как я канал открыла решил вот домашней автоматикой заниматься и для права для промышленности как по ремонтом станков вот эти arduino использоваться как бы в таких целях но я стал вот заниматься ардуиной и пришел время я думаю вот более серьезно как бы заняться этим делом и я хочу предлагать концепцию умного дома умного дома 1 ардуино как я вижу это и как я думаю его делать а вы мне вот ваших комментариях подскажите что надо что не надо как вы видите что я не додумался что-то не так сделаю короче говоря вот коллективно давайте вот это создадим умный дом что ли я хочу вот это видео выложить на форуме эфель прок и вместе с вами как бы начнем построить умный дом потому что все это разрозренно как бы я смотрю разные вопросы задают разные местах там надо вот это как бы все в одном месте собираться и вместе вот вместе общими силами вот что делать ну примерно так ну для начала вот я хочу вам показать видео вот за это восемь месяцев у меня что накопился что у меня есть от чего я могу вот что не могу вот посмотрите видео и после продолжим друзья на столе вы видите добро который у меня накопился за восемь месяцев первые я ардуино в руки брал конце октября и этот вот за это время столько вещей это часто вот того что я получил из китая не все но здесь я выбрал те которые можно использовать для умного дома как вы посмотрите что у меня есть я подскажу вы уже сами мне скажете что надо дело что не надо делать так давайте по очереди сокет 3м bluetooth устройство и этот преобразователь bluetooth р4 85 так давайте в сторону релейные блоки две штучки Вот это я сжёг, не знаю, что случилось, замыкание получается. Это четырёхстрочный, а это двухстрочный, здесь I2C 2, I2C вот это можно подключить к шине. Так, дисплей Nokia, вот это 5110 и OLED-дисплей. Правда, я их ещё не попробовал, не испытал ещё, времени нету как бы. И ещё 7-сегментный вот такой дисплей, потом на Max 485 вот такой дисплей есть. Здесь я ошибся, неправильно назвал микросэн. Так, пошли дальше. Вот самодельный блок, который я делал, у меня видеоуроки есть. Здесь этот модуль для ввода. И здесь аналоговые дискретные вводы. Это как бы вот уже готовый. РС-485, можно подключить питание, то 30 вольт подаём. А здесь этот артуин нано ставится. Так, другой тоже модуль для, а здесь это для ввода-вывода данных. Здесь аналоговые входы, дискретные входы и 4 ролейные выхода. Опять тоже до 30 вольт можно подать. РС-485 можно подключить точно так же. Это тоже у меня в видеоуроках есть. Так. Теперь давайте посмотреть. Ардуино нано, вот это очень удобно. Сюда можно уже как бы винтками подключать. Так. Давайте ардуинки, которые есть. Так. Ну, этот Мега, Уно и ещё один Уно, там этот звуковой, вот этот, который я делаю. Плеер там. Так. Теперь вот эти. Для управлять мощными нагрузками до 40 вольт, как бы. Можно вот... Управлять можно с Ардуиной. И где-то они 40 вольт, сколько ампер. Здесь и РФЦ-44 на выходе стоит. Можно как использовать, как ШИМ-режим, так же дискретно. Можно. Без галванической развязки. Тоже у меня в видеоуроках там есть. Так. Теперь вот эти блоки опять управление мощными нагрузками. Вот здесь семистрный... Семистрный регулятор как бы. Подаем единица нол. Здесь переключается. ШИМ-режим не работает. Мерцает. Ну, так и должно быть. Тут фазно... Просто... Тилистор включается-выключается. Чтобы не мерцал, там надо фазное регулирование. Так. Вот это тоже... Опять... 40 вольт. Подключить и тоже управлять Ардуиной можно... Вот это Диммер. 220 вольт подключать. Опять Ардуиной. И можно регулировать яркость... Яркость этой лампы. У меня тоже это все, что я показываю, у меня есть в видеоуроках там, в видеороликах. Два Эзернет Шилда. Так. Вот это датчик движения. Две штучки. Ультразвуковые датчики. Две штучки. Так. Вот это блок... Блок питания. На вход подаем. На выходе 5 и 3,5 вольт можно. Два канала. С USB можно подключить. А цельно можно подключить. Здесь можно и 3,3 вольта и 5 вольт. Так это есть. Блютуз модули. Две штучки. Радиомодули. НРФ 24 по-моему. Так. Модуль времени. Вот это реального времени. По-моему. ДС-32, 300 что ли. Так. Потом. РА-485. Вот. МАК-485. У Арта РА-485 преобразователей. И еще вот такие. Три штучки. Тоже. Преобразователь USB. РА-485. Потом. Датчик. ГАЗа МК-2. Два датчика DHT-11. Датчик атмосферного давления. БМП-085 есть. Так. Вай-фай модуль. ESP-8266 что ли. Не помню как называется. Две штучки таких есть. Так. Вот. Приемник передатчик радио на 315 МГц. Амплутидная модуляция работает. У меня есть на это видео обзор. Потом. Пульт управления. Вместе с приемником. Китайский. Тоже. У меня обзор есть на это. Так. Датчик влажности. Потом этот. РФИТ-считыватель. Такой есть. Так. Вчера. Два дня назад получил. Через МГПРС модуль. Новый. Такой. Еле-еле документацию на нем нашел. На китайском языке. Из этой особенности. Маленький. Вот это. Как его. Сим-карту маленькую. Я хотел попробовать. У меня такой сим-карты не было. Маленький. Надо покупать. Попробовать. Хоть работать не будет. Я не знаю. Так. Потом что. Вроде все. И еще вот это музыкальный плеер. МП-3 плеер. Вот. Который я делаю. И кроме того. Очень много вещей. У меня в коробках накоплюсь. За это 8 месяцев. Это к чему я показываю. Вот показываю. Что у меня есть. И если будете мне вопросы задавать. Как и что делать. Вот что у меня есть. Я от этого могу делать. А то мне очень много вопросов задают. Это делать. Это делать. Но я не могу. То что у меня есть. Я то и могу делать. Так что посмотрите. Будете вопросы задавать. Что я показал вот от этого. Исходя от этого. Ну ладно. Остальные на компьютере. Я вот это для чего я показываю. Вот для умного дома. Что можно использовать. Что нет. Вы мне подскажете. Что вы хотите видеть в умном доме. Вроде все остальные на компьютере. Так. Это выключаем. Так. То есть вот я хочу. Вот сегодня. Предложить свою концепцию. Умного дома на ардуино. Как это делать. Как я вижу. Может что-то правильно вижу. Может что-то неправильно вижу. И хочу вот это видео разместить на форуме FL Proc. Там много людей собрался. Очень доброжелательных. Мне нравится очень этот форум. Там никто никого не пинает. Никого никто не оскорбляет. То есть стараются помочь людям. Если могут. Ну так. Вот. Вы видите. Вот это. Я сейчас. Немножко. Так. Вот я придумал. Ну. Придумал как. Вот. Я думаю. Вот. Таким образом делать. И сейчас расскажу. Что. Как я вижу. Вот все это. А вы потом в своих комментариях скажете. Что-то не так. Что-то так. Что вы хотите видеть. Как. То есть вот. Ну. То недавнего времени. Меня терзал мысль. Вот. Как вот приспособить вот это все. Как подключиться. У меня. Что-то вот не хватало. Прямо. Вот. Чувствую. Что-то не могу. Что-то делать. Что-то не хватало. Ну. Как. Говорится. Вот. Как сказать. Как. Я думаю. Вот. Сергею Глушенко надо герою давать. За свои труды. Герою Ардуинщуков. Он очень умные вещи придумал. И последний. Вот. Это. Версия. Вот. ФЛ Превок. Мне очень понравился. И. Мою задачу. Он. Уже. Решал. Как бы. В этом. То есть. Задача. В чем заключался. Вот. Я хочу. Вот. Умный день. Делать. Вот. Ну. Как. Использовать. РС-485. Разный модуль. Делать. И с Ардуин. Вместе. Вот. Это. Все. Присоединить. Управлять. Андроид. Устройством. Можно управлять. Дистанционкой. Сейчас. Я подробно расскажу. Как это будет. Но. Здесь. Один момент. Не стыковался. Вот. Этот. Андроид. Устройство. Я хотел. Делать. На каскаде. А каскада. Как. Мастером. Выступает. И. Вот. Как-то. Вот. Здесь. У меня не стыковался. Вот. Много. Ардуин. Вот. Чтобы. Вот. Он. Управлял. Так-то. Мне надо. Чтобы. Вот. Здесь. Еще. В сети. Один. Мастер. Тоже. Был. Чтобы. Управлять. Этим. Ардуином. И. А. Этот. Управлять. Этим. И. Как. Раз. Вот. Это. Последний. Вот. Этфельпрок. Вот. Он. Сделал. Сергей. Сделал. Вот. Такой. Очень. Замечательный. Верст. На одном. Ардуино. Вот. Ардуино. Можно. И. Как. Мастером. И. Как. Слевым. использовать. И. Получается. У нас. Вот. Такой. Очень. Хороший. Верст. При. Помощи. Вот. Этого. Допустим. У меня. Я. Вот. Это. Основной. Как. Б. Модуль. Сделать. Сделан. На. Меге. Как. Б. Он. Одновременно. Как. Мастером. И. Как. Слевым. Слевым. Для. Вот. Этого. Для. Андроид. Устройства. Где. Каскада. Слевым. Служить. А. Для. Остальных. Как. Мастером. И. Получается. Вот. Он. Как. Мост. Служит. Между. Вот. Этими. И. Андроид. Устройством. Вот это очень замечательный вес, это очень мне помогло, вот наконец-то вот этот вопрос решать можно. И давайте вот начнем первоначально с РС-485. Почему я выбрал Сет РС-485? Это, на мой взгляд, один из удачных вещей связи между разными устройствами. Он очень давно используется, используется заре электроники, как бы не электроники, а вот компьютер. Но как компьютер вышел, вот после вот этого, я думаю, стал использовать РС-485. И здесь помехозащищенность очень хорошая получается. Синофазные помехи отсутствуют практически и дальность связи до 1200 метров. Вы скажете, зачем 1200 метров в умном доме? Но это можно не только здесь. У кого коттеджи, допустим, загородные дома, вот там можно уже, можно на территории что-то делать. Допустим, там ворота открывать, закрывать, гараж, дальше, допустим, в огороде, вот автоматику можно делать. Все это можно здесь делать. То есть это очень удобно получается. Единственный минус вот этого, на мой взгляд, вот надо вот отсюда, провод пошел, сюда зашел, вышел, да и дальше так. То есть вот эти устройства не должны очень далеко находиться от главной магистрали. Чем поближе, тем лучше. Вот очень удачно можно вот вопросы решать для построения умного дома. И по поводу технологии я хочу сказать, вот вы увидите здесь очень много модулей как бы в доме, сколько проводов получается. Но я подумал в последнее время, вот что делается. Вот подвесные потолки делаются, а все проводки там ходят. То есть получается вот это, вот это можно разместить, можно на щитке, как бы, в щиток. Это можно еще интернету подключить, сети, домашние сети можно подключить при помощи вот такого. Пока вот Wi-Fi нету, FL Pro, вот можно так подключить. Здесь Bluetooth можно сюда подключить, можно Wi-Fi подключить. Вот это в щите находится, как бы, щита уже, проводка выходит под потолок. То есть первоначально, как будет ремонтироваться, надо щину проложить. Вот это RS-485, витая пара, кто не знает там. И лучше с экраном. Но продают в магазинах, вот это четырехпроводной, по-моему. Там даже можно и питание через это пропустить. Но когда очень большое, много нагрузки будет, можете, там провода тоненькие, могут и не хватать. Лучше питание от зерна. То есть щита, это выходит, провода, все под потолок и по квартирам. Как бы уходит, и на каждой комнате, вот допустим, по вот такого модуля, в каждой комнате. То есть здесь уже в комнатах можно светом управлять, можно нагрузками управлять, можно музыкой, можно, ну, что угодно, все, что хотите, можно там делать. Это все под потолком, как бы, находится. Все провода туда, оттуда и к розеткам, и к освещению. Пойдет, как бы, вот это, если вот этот подвесной потолок, это очень удобно разместить, я думаю. Только вот датчики туда подключить, уже отдельно провода надо, как бы, тянуть. Вот, и получается, вот, давайте вот, начнем с этого модула, с главного, как бы. Здесь, как я уже сказал, вот можно релейные выходы делать, можно, вот, которые я вам показал, вот, такие на транзисторах можно, то есть это, как вы хотите, вот такие выходы можно делать. Сюда можно управлять нагрузками, можно сигналы с датчиков разных. Здесь Bluetooth-устройство, я вот это с каскадой, чтобы связаться. И R485, и одновременно вот это домашние сети можно подключать. Пошли дальше, здесь это M2, вот это, вот это уже с леви, как бы, у нас получается. Это музыкальное, звуковое сопровождение, вот на одном блоке. Здесь можно и звонок, вот, допустим, я вот это предыдущее видео показал, звонок. Можно такой звонок. То есть здесь, в этой SD-карте находятся все звуковые файлы, там и сигнализация, и музыкальные, и звонки, и что хотите, туда разместите. И, по сети, уже можно управлять вот этим плеером. Единственное, что вот это, я в FL Pro, в этом, как его, в форме FL Pro уже в последнее время появились, там, этот, блоки. Но ни один до сих пор мне не устраивает, как бы, я сам не могу программировать, вот, сделать FB-блок. Если кто сможет, вот, мне интересует вот FB-блок, вот, на DF-плеере мини. Надо, чтобы вот было два входа дискретные, чтобы пуск-стоп был, и три цифровых входа. Один номер трека, второй громкостью управлять, и третий, вот, это эквалайзер, чтобы управлять. Вот, это три цифровых входа и два дискретных входа. Вот такой, если кто сможет делать, ну, я думаю, там, RV6CM, вот, я смотрю, он, я думаю, сможет. Вот такой делать, если сделает, хорошо, это будет здесь вот такой. Короче говоря, вот этот блок, вот у нас звуковое сопровождение. Здесь можно еще разместить, еще это время, как бы я показал. Время, модуль, вот этот реального времени, надо будет здесь время все равно использовать. В комнатах, как я уже сказал, вот, слейф-устройство тоже. Почему здесь вот это, на новой, на новой, там есть, можно покупаться этими свинтиками, легко, хорошо. Удобно, как бы. И тоже выходы, можно и релейные, и любые, которые вы хотите, можно делать. Сюда датчики подключить в комнатах светом, управлять розетками, вентилятором, с занавесками, цветы поливать. И можно, я думаю, что вот это звуковые, вот, которые есть, любые события, которые происходят, вот он, как бы, информирует звуком. Вот, допустим, цветы надо поливать, там минимальный уровень влажности, допустим. Все равно автоматика будет работать, цветы будут автоматически поливать. Так, или если автоматика нет, то хотя бы вот это может оповещать, что цветы надо поливать, чтобы автоматика не делать. Вот, только как высыхает, там, оповещает, поливать. Вот, типа так. Так, потом еще в санузле, в санузле, вот это в ванне, можно тоже вот сделать там. У меня вот такой мысль, как бы там сделать, поставить датчик влажности, допустим, в ванной комнате. После как это человек моется, уходит, влажность здесь увеличена. После как свет выключили, ушли, там вентилятор включается и этот, выгоняет вот этот влажный воздух, пока там норма не станет. Ну, автоматику такую сделать, чтобы выключился. В туалет тоже так же зашли, вышли, после как выходит, там вентилятор включается, выгоняет этот воздух. Можно автоматику светом сделать, но это немножко не очень... Когда долго не двигаетесь, там свет может выключаться, это неприятно, как бы надо пошевелиться, чтобы включить. Но это все можно сделать, регулировать там. То есть, вот примерно такая автоматика. И еще там, если, допустим, вода, утечка воды, там датчик влажности на полу включают, автоматически оповещают, что вот эта утечка воды, и там автоматика срабатывает, там вентилятор автоматически отключается. Сейчас есть всякие вентиляторы, такие продают, правда, они дороговатые, но очень хорошие вещи. Как утечка воды, там сразу отключается. Можно и счетчики тоже туда, как бы подключать к этой системе. Сейчас счетчики продаются выходами, я думаю. Показания счетчиков тоже можно все это вывести на Android-устройство. То есть, таким образом, и в кухне, допустим, тоже так же, опять вот это поставить, утечка воды, как утечка воды, там тоже выключается. И, кроме того, вот это загазованность, допустим, будет там дим или что там, датчики, чтобы сработали. И на метан тоже датчик поставить, если уровень завершает, допустим, опять сигнализация, чтобы включался, оповещал. Правда, пока не знаю, там какой датчик, который я использовал, MQ2, там на метан очень мало вот это реагирует. Надо датчик такой выбрать, чтобы на метан реагировал. Вот это в комнате, и плюс еще там этот кондиционер, можно вот как это настроить, чтобы включился, допустим, если там уровень, вот если температура повышена, допустим, кондиционер включился автоматически, нужно делать, что вот это обогреватель, если пониженная температура, обогреватель. Это все вот здесь возможно делать, то, что я нарисовал в этой схеме, это все можно реализовать. И кроме того, допустим, у кого загородный дом, там уже можно немножко еще тут автоматики разные делать. Здесь вот эти слева устройства до 32 штук можно подключить, как бы получается так. И, допустим, если загородный дом, вот я вам показал, вот там дистанционка была, можно там это использовать. Приехали туда, нажали, там ворота открываются, закрываются, гаражи ворота открываются, закрываются, освещение улицы тоже так же. Можно автоматику сделать, как темно включился, светло выключился. или там это с этим пултом, с этим пултом. Можно здесь, конечно, еще неотехнику использовать. Вот есть FL-PROC поддерживая, но неотехника это хорошая вещь, но там минус есть такой небольшой или большой, для меня очень большой минус, чтобы вот обратной связи там нету. То есть мы включаем, а он в каком состоянии, мы не можем его наблюдать в каком состоянии, не показывая состоянии. И еще вот этот загородный дом уже и дальше пошли. Вот я сейчас вам рассказываю это, и у меня такой мысль получается, как бы на 12-х стульях в фильме увидели, там шахматный турнир. То же самое, вот этот момент, вот фантазирую, что можно делать. Ну, конечно, это я очень много делаю, ну, кому как, я просто возможности хочу сказать, вот что можно делать. И этот загородный дом, там и полив, и вот это все можно автоматизировать, тоже на ардуинке. Вот почему РС-485, видите, как удобно. Там очень длинно, вот можно подтягивать, вот это, только единственное минус, что пришел сюда, потом АСУ сюда, АСУ сюда и дальше. Нельзя, что вот, вот в одном месте я сюда, туда, туда, так нельзя здесь. Вот единственный минус. И еще здесь каскады, вот это, есть возможность, это как бы смс, смс-ку управлять что-то и смс-ку отправлять. Допустим, если дома вас нету, там какие-то моменты получаются, допустим, пожар или задымление, или проникновение, или что, вот смс-ку он может вам сообщать, вот это каскада, что дома случается. Кроме того, вот это здесь у нас подключено к домашней сети, уже можно еще дальше идти, через интернет тоже что-то управлять. Но это со временем, я думаю, вот это я хочу разместить в FL Proge, вот этот форум и там, вот у кого какие предложения есть, ну там совместно как бы, вот можно вот это делать. Вот так, я думаю. Так, смс сказал, это сказал. Ну, вроде так, вот концепция у меня дома, я так вижу, может что-то неправильно, я сам никогда не делал. Ну, я так вижу, может что-то не так, и поправьте мне, что не так говорю, что можно улучшить, что по-другому делать. То есть, это первоначальная версия, вот как я думал. И еще я хочу опять благодарить Сергею Глушенко за отличную программу, вот FL Proge. Скоро, я думаю, вот при помощи его Ардвинка превращается уже как бы промышленный контроллер. Вроде все, о чем я хотел сказать. Вот, пишите в комментариях, что вы хотите видеть. Что, а, да, я еще там забыл про этого считывателя. Вот считыватель тоже у меня есть, рфит считыватель. У меня там есть, вот там беда с этим рфит считывателем. Я посмотрел в FL Proge форуме, там хороший, вот первоначальный есть, вот подносишь, там показывает, вот идеи, вот карточки показывает. Вот единственный минус, вот здесь то, что вот, когда убираешь, там вот это показание остается. Если кто-то может дорабатывать, вот этот рфит считыватель, чтобы вот поднесли, на выходе показывает число, вот это номер, идентификатор карточки. Убрали там, чтобы убрался, вот это отличный вещь был. А то там есть разные, но там, что, просто вот эти два номера, или сколько там, записываешь, и там поднес, на выходе, единица, ноль, там что-то включать, выключать, но это, я думаю, самое удобное, вот для меня самому. Вот поднесли, на выходе появился вот это, как его, идентификатор, вот эти карточки убрали, и там тоже убрался. А остальные уже дела техники, я думаю, вот это все занести массив, вот это, какие нужны номера, после вот это, поиск массива, и с выхода. Если есть массив, вот такой, там на выходе единица, это уже в FL PROC, можно спокойно делать. Единственное, что вот это, и здесь тоже, вот это, к чему я кланю, здесь, вот это RFID-считыватель, тоже можно использовать, вот на дверях, допустим, пришли, там поднесли, там дверь открывается, замок открывается, или на сигнализацию ставится, или еще что-то другое. То есть, вот кто сможет, вот, если вот такой FP-блок сделать, чтобы поднесли, на выходе, ID показывает, убрали, чтобы там убрался, вот это отлично бил бы. Вот так, я вижу концепцию, у моего дома на Ордуино, давайте там, скажите, комментируйте, что, как, чего вы хотите, как вы хотите, что я не так говорю. Вот и все. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok